Друзья, здравствуйте! В действующих в настоящее время правилах дорожного движения существует достаточно большое количество разнообразных, спорных и неоднозначных моментов. И сегодня речь пойдет об одном из них, а именно рассмотрим вопрос, является ли выезд с прилегающей территории пересечением проезжих частей. Ответ на этот вопрос неоднозначен, и в видео будут приведены доводы в пользу каждого из возможных ответов. И помните, ваше активное участие в развитии нашего канала очень важно для нас. Подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой на это видео со своими друзьями и знакомыми, и конечно же оставляйте комментарии с четырех слов. Ну а мы начинаем! Для начала давайте рассмотрим понятие. Прилегающая территория, которая дается в пункте 1.2 правил дорожного движения. Прилегающая территория. Территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначена для сквозного движения транспортных средств. Дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобные. Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими правилами. Прочитав это определение, вы сразу можете вспомнить целый ворох различных прилегающих территорий. Это может быть и ваш двор, и автозаправочная станция, и гаражный кооператив, и парковка у супермаркета. Рассмотрим суть проблемы, а для этого проанализируем следующий пример. В этом примере схематично изображен выезд с абсолютно любой прилегающей территории. При этом мы можем однозначно утверждать, что на дороге есть проезжая часть. Это следует из пункта 1.2 правил дорожного движения. Проезжая часть. Элемент дороги предназначен для движения без рельсовых транспортных средств. При этом нам неизвестно, существует ли на прилегающей территории проезжие части. А следовательно, мы не можем однозначно ответить на вопрос, правильно ли припаркованы желтые и синие автомобили, и разберем два варианта. Первый вариант. Если бы на прилегающей территории не существовало проезжих частей, то водители, изображенных на рисунке автомобилей, не являлись бы нарушителями правил дорожного движения. В данном варианте ситуация рассматривается с точки зрения остановки вблизи пересечения проезжих частей. Однако к данному случаю может быть также отнесен и девятый абзац пункта 12.4, который запрещает остановку в местах, где транспортное средство сделает невозможным въезд или выезд. Второй вариант. Если бы на прилегающей территории существовали проезжие части, то водители, изображенных на рисунке автомобилей, являлись бы нарушителем пункта 12.4 правил, который гласит. Остановка запрещается на пересечении проезжих частей и ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений, перекрестков, имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу. Рассмотрим пункты правил дорожного движения, которые относятся к прилегающим территориям. Первое. На прилегающей территории нет проезжих частей. Проанализируем понятие из пункта 1.2 правил дорожного движения. Прилегающая территория. Территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначена для сквозного движения транспортных средств. Дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими правилами. Из этого определения можно сделать вывод о том, что прилегающая территория должна непосредственно прилегать к дороге. То есть прилегающая территория не является дорогой. Проезжая часть. Элемент дороги предназначен для движения без резцевых транспортных средств. Из этого определения можно сделать вывод о том, что проезжие части могут существовать только на дорогах и не могут существовать на прилегающих территориях, так как прилегающие территории не являются дорогами. Второе. На прилегающей территории и есть проезжие части. Рассмотрим понятие дорога, которое дается в пункте 1.2 правил дорожного движения. Дорога. Обустроенная и приспособленная, и используемая для движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. Из этого определения можно сделать вывод о том, что любая приспособленная для движения транспортных средств полоса земли является дорогой. То есть любое место, куда смог заехать автомобиль является дорогой. Соответственно, прилегающая территория является дорогой или несколькими дорогами. То есть рассмотрение вопроса с этой точки зрения приводит к тому, что выезд прилегающей территории является пересечением проезжих частей. В заключении хочу сказать, что если бы в пункте 1.2 правил дорожного движения добавить несколько слов, например, так. Проезжая часть, элемент дороги, предназначен для движения безреестровых транспортных средств, не является проезжими частями элементы прилегающих территорий. То выезды с прилегающих территорий не вызывали бы споров и дискуссий. Надеюсь, что в следующих редакциях правил дорожного движения эта неоднозначность будет устранена. Всем пока, подписывайтесь на канал и удачи на дорогах! До новых встреч! Продолжение следует...